Мир вам, дорогие мои, с вами я, епископ Альберт Радки, наш канал «Взгляд с небесный», подписывайтесь, ставьте лайки. Недавно мы посмотрели сюжеты из Государственной Думы, после этого через какое-то время выступил сам Сергей Риховский с какими-то опять нелепыми оправданиями, вы сами видели их. Было очень много комментариев, но Сергей Риховский закрыл все комментарии, поэтому сегодня здесь на нашем канале «Взгляд с небесный» мы покажем его выступление и позволим всем вам прокомментировать, всем подписчикам канала нашего прокомментировать, потому что вас лишили этой возможности, отключили комментарии. Пожалуйста, без хамства, выдайте свои мысли, что вы думаете, что вы видите. Сегодня Духовный Совет РосХВЕ опубликовал свою позицию, то есть показали, или попытались показать свою субъектность, то, что они тоже что-то. Но давайте вспомним 19-й год, выборы Духовного Совета. Это первый раз за все годы избрания Духовного Совета никто, ни церкви, ни ассоциации не выдвигали своих кандидатов. О голосовании шло, Сергей Риховский вышел и сказал, что он устал уже бороться и сражаться с Духовным Советом, он хочет, чтобы это была команда, его команда, и он ее представляет. То есть ни о какой субъектности, то есть то, что это отдельные люди, и как по закону, и по уставу они могут оппонировать ему и вырабатывать общую точку зрения, здесь не выдерживать никакой критики, конечно же. Это его команда, это его люди, это его янычары, которые служат и обслуживают идеи своего хозяина. Вот вы прочитаете это письмо. Комментировать выступление Сергея Риховского я не буду, вы прокомментируйте. Я просто говорю о том, что сегодня они бросились защищать своего шефа, своего патрона. Именно заявление такое же нелепое, вы знаете, как Библия говорит, что еще сильнее запутываются в своих сетях. Риховский в своих объяснениях, он уже якобы говорит, что его, или Духовный Совет говорит, что его неправильно поняли, истолковали, во всем мире это разлетелось уже, у всех очень много вопросов. И они пытаются оправдать его, хотя ясно опять прописывают в этом документе, что он за добро, то есть это российская военная машина, и против зла, против верующих, против христиан, против простых жителей Украины, против зла. И во всех комментариях на этом круглом столе, во всех выступлениях, где он был, не как гражданин Риховский. Ведь что получается тогда? Получается, они разделились сами себе, что Риховский не представляет больше, хотя его представили там, как начальствующий епископ, и выступал он как начальствующий епископ. С вами по соседству находится начальствующий епископ Российского Объединенного Союза Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников Сергей Васильевич Риховский. Поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху, если так можно выразиться. Посмотрите получше видео, вы также увидите его главного советника, куратора из ФСБ, он сидит за представителями ислама, кто знает его романы, то вы поймете, о ком я говорю. Вот, так что, ну вот эта двусмысленность, да, вот это вот, ой, вы его неправильно поняли, и мы теперь примем меры, какие меры, которые заставят вас, дорогие зрители, теперь правильно понимать их позиции, которые они заявляют, которые они говорят, но это всего лишь попытка защитить свои корпоративные интересы. Вот знаете, это вот, наших бьют, ай да сюда, никто не бьет никого наших, мы видели, мы слышали, вся страна, и не только наша страна, мы видели это выступление, сейчас мы посмотрим его оправдание, и самое, наверное, я увидел уже, что некоторые поняли, мне звонят очень много, у меня остались очень хорошие отношения с многими братьями, вот, и я сейчас предприму все усилия, чтобы дорогая мне ассоциация, международная ассоциация Слова Жизни, где я также состою, они приложили все усилия от развала Слова Жизни здесь, в России, вот. Позиция, послушайте, вот сейчас вы услышите, это, наверное, где он говорит, где Сергей Риховский говорит, мы молились о пробуждении, или он там молился, а ты дал нам войну, но более богохульных заявлений от него я пока еще не слышал, Бог дал войну, Бог поддерживает, значит, Россию, опять оправдание этого русского мира, да, опять все эти отсылы к нему, все его высказывания, Бог, а ты дал войну, войну, друзья, мы все понимаем, начинает не Бог, начинают люди, начинают правители, и вмешивать Бога и обвинять Бога, богохульно вот так, это, я не знаю, у меня нет слов. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я хочу поделиться с вами своим сердцем, как христианин, как служитель Божий, всю свою жизнь, сознательную жизнь, я служил моему Господу, я был воспитан в очень строгих евангельских традициях, мой отец был узник ГУЛАГа, отстаивая право верить в нашей стране, которая раньше называлась Советским Союзом. Советского Союза нет, пришла новая Россия, образовалось множество республик, осталась масса нерешенных вопросов из нашего прошлого. Я полагаю, что те события, которые произошли за последние полтора месяца, это страшные события, это катастрофически страшные события. Братоубийственный конфликт, который сегодня происходит между Россией и Украиной, братоубийственный конфликт, который имеет более глубокие корни и большую территорию охватил этот конфликт. То, что сейчас происходит, и взрывы, выстрелы, гибнут люди, и вне зависимости от причин, мы понимаем, что это является не добром, а злом. Моё сердце преисполнено болью. Я молюсь со всеми, кого затронула эта боль. Во второй половине января Господь, я молился о том, чтобы дать видение нашей Церкви Божьей в Царицыно. Я молился об этом, и Господь показал мне видение, мощную, сконцентрированную боль. Боль, которая коснется всего человечества. Боль, которая пройдет через нас. Это боль, которую я видел, настолько реальной, настолько она поразила моё сердце. Я плакал там в этом видении, которое я видел. После этого, проснувшись, я написал видение на 22-й год. Оно называется «Боль и надежда». И 22-й псалом. Там написано, Господь пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Там написано, что мы пройдем через долину смертной тени, не убоимся зла. Это было за месяц до начала тех событий, которые всех потрясли нас. Событий военных, событий, где убивают, где льется кровь. Для меня, как для христианина, это является, я еще раз подчеркиваю, колоссальной болью. Когда я читаю Священное Писание, мы много раз читали Священное Писание, мы не думали, что именно наше поколение столкнется с тем, что написано в Евангелии, что написано в словах Христа о последнем времени, о том, что будут войны, восстанет народ на народ, этнос на этнос, страна на страну. Будут не только военные слухи, но военные противостояния и битвы. И будет пролито много крови. Там написано, не страшитесь, не ужасайтесь, всему надлежит быть. Когда мы читаем это, и это не касается нас, это не проходит через нас, мы это не чувствуем. Но сейчас это коснулось нас всех. Это коснулось Украины в первую очередь. Это коснулось России. Боль моих родственников, боль моих друзей, боль моих братьев, боль беженцев, которые бегут от войны. Это моя личная боль. Я говорю о своем сердце. 29 марта в Государственной Думе состоялся круглый стол мировые религии против идеологии нацизма и фашизма в 21 веке. Я являюсь на протяжении более 10 лет членом всемирной организации, которая зарегистрирована в Европе, в Страсбурге. мир против нацизма. Нацистская идеология, фашистская идеология есть во многих странах мира. И Россия это видела у себя много раз. Поэтому была создана такая мировая организация, и я вошел туда. И вхожу в высший совет ее. На протяжении ряда лет мы проводили конференции в Украине, в Германии, в других странах. Многие известные служители, европейские, они участвовали в этих конференциях, где мы говорили о несовместимости христианской любви, христианской ценности, этики с этой идеологией. От которой погибло на протяжении даже последнего столетия миллионы людей. От человека ненавистничества. Мы говорили свою позицию. Мы говорили ту правду, которая была когда-то, и не дай бог будет дальше. Это круглый стол, который проходил в Государственной Думе. Он был нацелен на очень конкретные вещи. Какая позиция людей веры в этом вопросе? Я выступая с репликой, это не было полноценное выступление, это была моя реплика. Я не говорил от имени Росского Е. Я не выступал как начальствующий епископ Росского Е. Я выступал как человек веры, как человек верующий. Я цитировал места Священного Писания. Начал с такого места, что мы все одной крови и нет неполноценных людей. Каждый равен другому. И в Священном Писании четко написано, Бог создал весь род человеческий, распределив по всему лицу земли и дав им времена и сроки обитания, чтобы они искали Господа. Я понимаю, что в Иисусе Христе нет ни мужчины, ни женщины, ни раба Несвободного, ни Иудея, ни Елена. Все равны. И равнее не бывает. И для меня было ясно и понятно, почему я сформулировал свою мысль именно так. Чтобы победить это зло, которое поднимается как пена в этом мире, в разных странах мира, под названием «Идеология нацизма и фашистма». И нет другого способа, чтобы защитить словом, я говорил не только о гуманитарных проектах, я говорил о слове, которое и может изменять сердца, потому что вера от слышания, как только защитить правду любовью. Яснее я не мог это выразить, потому что это мой личный посыл. Только любовь изменяет мир. Только любовь несет миру исцеление. Для меня это очень важно. Потому что слова Христа в Нагорной проповеди «Любите врагов, благословляйте ненавидящих, проклинающих, благотворите им» не так, как делает мир. Это позиция церкви, это позиция христианина. Конечно, когда я увидел, какой шум наделало мое заявление, вырвало это из контекста. Каждый человек, который выступал, представители разных мировых религий, говорили свое, каждый свое. Мы не обсуждали никакого заявления, которое потом выскочило на свет Божий. Мое было предложение, давайте мы обсудим, чтобы здесь было понятно, что будет в результате нашего круглого стола. Но было сказано, мы потом это сделаем. Я не подписывал никакого заявления. Поэтому я хочу, чтобы каждый услышал сейчас. Вы знаете, я понимаю еще раз ту боль, которую переживает множество людей. У меня у самого в сердце не только боль, но и вопрос к моему Господу. Почему годы молитв, которые молились церкви, России, Украины, мы проводили множество молитвенных завтраков, где мы молились, и они говорили о миротворчестве, о нашей позиции мира. Почему все-таки пришла вот эта братоубийственная брань? Почему? Мы что, мало молились? Почему Господь не предотвратил? И знаете, вот в этот момент, когда вот это вот все поднялось в интернете, в социальных сетях, я почувствовал себя, как чувствовал, наверное, может быть, будет громкое сравнение, прошу прощения, как Иеремия, которого били священники народа Израиля, правящие элиты, и сажали его в тюрьму, потому что в яму, потому что он говорил вещи, которые непонятно были им, когда он говорил определенные вещи. Вы знаете, он говорил о том, что горит огонь в его костях, он не может удержать его, хотя ему говорят, я больше не буду говорить о нем, я больше не буду говорить о его пророчестве, я не буду говорить о его слове, потому что оно было как слово предателя народа. Когда он говорил, идите сдавайтесь в плен, чтобы выжить, я в какой-то момент почувствовал, когда я стал, мне показывали эти соцсети, я говорю, боже мой, какие интересные судьи, как легко судить, кто не был там, кто не слышал все то, что там говорилось. Моя реплика, она была только о любви, не ненавистью мы побеждаем, а любовью. Для меня было это принципиально важно, сделать такое заявление, что только любовь способна изменить. В первом послании Коринфян в 4 главе написано, судья же мне Господь, апостол Павел говорит, судья мне Господь, и он советует другим. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь Павел пишет, я это приложил к себе и к полосу ради вас. Для меня, знаете, сегодня очень много судей, мне приходят некоторые письма, где пишут, мы там столько делаем, мы там столько делаем. Послушайте, мы еще не подошли к книге Апокалипсис, мы еще не видели, как будут выливаться чаши гнева Господня, как будут всадники скакать по земле, как с земли будет взят мир и претерпевший до конца спасется. Мы еще даже к этому не подошли, а мы уже ненавидим друг друга, мы уже не доверяем друг другу. Бог каждого поставил в теле Христовом на свое место. У каждого есть место, и каждый понесет ответственность перед Господом. Для меня боль моих братьев и сестер украинских, это моя личная боль. Мы помогали и продолжаем помогать. Мы вызволяли людей из плена, непосредственно мы и наша конфессия, и об этом знают часть руководства Росковое, и будем это делать. Знаете, я являюсь священнослужителем, и для меня мнение священного Писания основополагающее, основное, главное. Когда я читаю Плач Еремия, великий плачущий пророк, я почувствовал себя, я уже это сказал, вот на месте этого плачущего пророка. Здесь написано, когда притесняют человека, это третья голова, в деле его, разве не видит Господь? Видит. И кто говорит, что бывает то, чему Господь не повелел быть? Задается вопрос. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетует на грехи свои, испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу? Вот так написано здесь. То, что будет происходить в мире, войны, глады, землетрясения, народ на народ, царство на царство, оно будет, иначе не сбудется Писание. Иначе все, что говорил Христос в 24 главе, Евангелие от Матфея не соответствует истине. Он, видимо, заблуждался. Для меня важна наша реакция друг на друга, наша реакция на то, что происходит. Иисус говорит, где мы тебя видели? Иисусу говорит, где мы тебя видели, Господи? Он говорит, я был в темнице, вы посетили, я был на кого одели, я был голоден, вы накормили, я был болен, вы посетили. Вот наше служение сегодня, об этом я говорил там, там нарезали куски, я об этом говорил там. о миссии церкви. И это очень прекрасная миссия, служить людям в боли, там, где войны, летят пули, там, где льется кровь. Я очень благодарен всем, кто помогает беженцам. Я очень благодарен многим нашим церквям, которые поддерживают не только молитвенно, но и делом. Я очень благодарен многим нашим партнерам во всем мире, которые поддерживают беженцев, которые бегут в Европу, в Россию, в разные страны мира, в Польшу. Я благодарю Бога за это. Потому что человек должен служить другому человеку, когда он проходит через боль. Но отменить это, это не церковь начинала эти войны, не церковь начинала эту бойню. Я хочу, чтобы мы это услышали. Это другая тема и другой разговор. Кто мы сейчас? Как мы верим в Слово Божье? И готовы ли мы положить свою душу за друзей своих или не готовы? Вот чем вопрос. Моя жизнь зависит только от Господа. Он знает каждый день моей жизни. Он знает каждый час моей жизни. Бог каждого из нас поставил на это время. И перед Ним мы несем ответственность. И только перед Ним. Я еще раз подчеркиваю. Я говорил свою личную позицию. Я говорил ее предельно, как мне представлялось ясно. Я понимаю, что когда у нас все чувства обнажены, нервы обнажены, когда гибнут наши братья и сестры, мы любое слово интерпретируем совершенно по-другому. Я хочу, чтобы мы услышали свое сердце. Не только свою боль. Я хочу, чтобы мы услышали Духа Святого, который в нас. Я уверен, каждый из нас должен пройти это. И мы это пройдем. У каждого... У каждого события, у каждой войны есть начало, есть конец. У меня только один вопрос к себе и каждому из нас. Что мы будем делать после? Какой будет церковь после? И сможем ли мы называть себя церковью? Я это задаю просто себе. Что мы не прошли через то, что проходили наши братья и сестры во времена Рима. Через Колизея, через убийство, через гонение. Я очень хочу, чтобы каждый из нас встал пред Господом и задал себе этот вопрос. Кто я сегодня в теле Христовом? Никакого воля Божья для меня непосредственно. Еще раз подчеркиваю. Моя реплика в Государственной Думе Российской Федерации это не позиция нашего Союза Русского Я. Это мое представление того, как любовью утверждать правду и побеждать ненависть. Это моя личная позиция. Я готов за эту позицию понести любую ответственность. И другой позиции у меня не будет. Пусть Господь, дорогие мои, благословит всех нас, чтобы нам пройти это. Пройти. И чтобы церковь, мы все ждем пробуждения. Господи, мы ждем пробуждения, а Ты нам дал войну. Мы ждем пробуждения, а началась бойня. Мы ждем пробуждения, полилась кровь. Что Ты имел в виду, Господь? Мы все задаем это просто Богу, но боимся вслух Его задать. А я задаю себе и Богу. Я очень хочу, чтобы мы услышали Бога, чтобы мы отделили себя, как церковь. Ведь слово «экклессия» означает «отделенные», отделенные от этого мира, чтобы мы отделили себя и делали ту работу, которая от нас требует Бог, которую Он поручил нам, которую Он дал нам. Много информационного шума, большая волна идет. Многие осуждают то, что я говорил, вырываясь контекста. Но вы знаете, когда Яков бежал от Лавана, это в бытие написано, и ночью, когда он нагнал его и хотел расправиться с ним, Бог пришел ночью к Лавану, язычнику, который поклонялся идолам, говорит, послушай, Лаван, не говори Якову ничего хорошего, ничего плохого, ни дурного, ни хорошего. Не говори. А мы с легкостью говорим, мы с легкостью делаем все акценты. Я очень, очень, очень прошу, очень прошу, давайте быть внимательны к словам, внимательны к делам, внимательны к тому, что мы делаем. Мое официальное заявление на сайте РосХВЕ по поводу событий в Украине не изменилось. И каждый может его посмотреть. Оно начинается словами «Свершилось страшное». Свершилась братоубийственная война. Дорогие друзья, братья и сестры, свершилось страшное, чего, казалось бы, не должно быть никогда. Братоубийственный конфликт. Вот этими словами начинается мое заявление от имени Духовного Совета РосХВЕ. Я стоял на этом заявлении и стою по сей день на этом заявлении. И да поможет нам Бог. Выводы делайте сами, комментируйте, потому что Сергей Риховский закрыл комментарии. И подумайте, подумайте, у них структуры, пирамидальные структуры, а у нас с вами культура, евангельская культура, основанная на любви, на братолюбии. Церковь, она трансгранична, у нее нет границ в государстве. Мы любим наших братьев, наших сестер, там, в Украине, которые страдают сегодня. Богослови Богу! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok